Всем большой привет! Мы сейчас с Сашкой в таком месте. Интересно, у нас начинается видео, да, влог? Мы пришли сейчас в магазин и выбираем Сашке здесь пару вещичек, потому что мы идем на выходных, на день рождения, на юбилей. Там будет много народу, и у Саши ничего нет. Я уже себе кое-что нашла. Мы нашли пару вещей. Тут Саша. Да, Шашуля? Зубы. Зубы сразу показывает, да, а нам потом к зубному. Сашечки только. Бедненький. Боюсь. Сегодня у него прям такая операция будет на зубах. Надеемся, что на день рождения пойдем не с опухшими щеками. Да у меня не заметно будет. Мы только что приехали домой. Сейчас Сашке там хирург наворотил все во рту. Не люблю я такие дела, и поэтому мы поехали вместе, что я потом его повезла домой. Да, ну у него как бы была локальная анестезия, но тем не менее сказали, что лучше самому за рулем не ехать. И он весь как бедненький. Мне его жалко. Хотел вам сказать, что сегодня я оформила брови, опять же, помадкой от Эстрады, которую я использовала в своем видео, где я крашусь вашими фаворитами. Она мне так нравится. А также мне нравится вот этот гель для бровей. Тоже от Vivienne Sabo, по-моему, супер. Мне так нравится. Я в восторге просто. Брови очень быстро и легко оформлять, и вообще никаких проблем нет. И оттенок подходит мне, как я считаю. Он нисколечко не режет, а уходит больше в пепельный, что мне так нравится, потому что в последнее время очень тяжело найти оттенки, которые не ржат. И он, по-моему, стоит совсем недорого. Короче, прям я очень рада, что у меня появился этот оттенок. Вот еще раз продукты, если кто не видел, это Эстрады ОК Брау. И у меня это 01 Русый, который абсолютно не рыжит. А также вот этот прозрачный гель для бровей. Он предназначен как для бровей, так и для ресниц, на нем указано. Но я как бы ресницы таким гелем не укладываю и использую его только для бровей. Vivienne Sabo, фиксатер. Вот. И если кто не видел то видео, то я ссылочку оставлю здесь или где-нибудь здесь. Можете заглянуть и посмотреть. Итак, друзья, сегодня я собираюсь на встречу с Олесей. Я думаю, многие из вас знают, кто такая Олеся. Олеся Свельт, ее зовут на ютубе, также в инстаграме. Она русская немка, так же, как и я. И она здесь живет, правда, уже подольше. И ведет свой канал на немецком языке. Я думаю, девочки из Германии ее точно знают. И да, очень-очень классная. Мы с ней дружим, общаемся. И вот сегодня мы с ней встречаемся. И по пути до нее я еще заехала в свою маму. Сейчас ее маму. Сейчас мы пойдем пить чай. И да, кстати, вы хотите часто видеть маму. Все чаще видеть маму в моих влогах. Не знаю, покажется она или нет вам. Это, по-моему, правда. Здесь еще моя помада приклеилась. Мамина кухня всегда открыта. Как не приедешь к маме, а уезжаешь накормленный, напоенный. Да, мам? Да. Да, мы тут чаек и пьем уже с рождественскими всякими. Хотя рождественские всякие сладости у нас уже выпечка давно продается. Еще с сентября, наверное. И вот эти прянички тоже мы любим и жалуем. Друзья, я вам уже говорила, что мы сейчас встретимся с Олесей. И мы наконец-то встретились. Мы уже там с лыбой. Вот она, красивая. Смотрю тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Олеся. Про нее я вам уже рассказывала, что у нее замечательный канал на немецком языке. И она очень-очень классная. Да, поэтому обязательно заглядывайте к ней, подписывайтесь. У нее очень классные фотки в Инстаграме. Да. Ну, может быть, сейчас прозвучит это как какая-то реклама разрыв. Олеся вообще без понятия, что я тут... Пошли и мейтам? Да. Нет, просто мы не договаривались об этом. И мне она очень нравится. Да, Олеся очень такая классная. И мне нравится ее стиль. И она много путешествует. Короче, заходите. Ладно, все, хватит уже. Хватит, хватит. Теперь мы... Я тебя очень люблю, Люк. Это все, я бы замечала. Окей. Да, и мы сейчас покажем, что мы покушать, потому что мы обе голубые. Не знаю кто. И да, с ним поболтаем, пообщаем. Да. Привет, друзья. Вчера мы с Олесей встречались, провели немножко время, посидели в ресторане, покушали, пообщались. И знаете, Олеся такой человек, после которого ты чувствуешь себя так классно, так здорово, так наполнен какой-то прям жизненной энергией. То есть ты хочешь что-то делать, ты хочешь дальше работать, ты хочешь воплощать какие-то идеи, какие-то цели в реальность. И вот это вот такой вот человек, и то, что я в ней ценю, это ее, знаете, такая открытость, доброта. И это реально вот то, что она говорит, так она это и имеет в виду. Это очень тактичный человек. Я как бы не хочу сейчас делать ей рекламу, но очень классная девочка она. И кто на нее подписан, вы все большие молодцы, потому что она стоит того, и она стоит вообще огромной публики просто. И я сегодня уже, как видите, собралась, правда на голове у меня ничего такого толком нет, потому что я сейчас поеду подстригаться. Да, я уже говорила об этом в Инстаграме, в сторис упоминала, что хочу подстричься. И сегодня как раз таки я поеду, буду подстригаться. Еще не знаю, насколько, как именно, но я готова, потому что я уже хотела убрать вот эту вот всю хорошую длину. Я не знаю, насколько я еще примерно подстригусь, мы это увидим там уже, когда я буду, наверное, уже у нее. И кто из вас так же, как и я, ходит к парикмахеру или куда-то в салон с грязной головой? Потому что я как бы думаю, если ее все равно сейчас будут мыть, что-то с ней делать, то зачем ее еще дома мыть, когда тебе там уже все сделают? Вы тоже так поступаете? И иногда кажется, блин, как не знаю, кто собираешься. Но я почему-то отношусь именно к этой категории людей, которые никогда не моют голову. Я знаю те, которые моют голову специально перед подходом, чтобы не приходить туда с грязной головой, потому что им как-то неудобно. А мне не неудобно. Я считаю, что это их работа, и как бы они там уже все видели на своем веку. Ну что ж, теперь я уже побежала, мне пора выдвигаться. Итак, я только что вышла от парикмахера своего. Как бы сегодня интриги не будет, все довольно спокойно. Я обрезала только их вот настолько. Не знаю, видно вам заметно или нет, сколько ушло, но ушло примерно вот столько. То есть они у меня были ниже груди, теперь до груди доходят. И спереди здесь я сделала еще такую лестнику, но как бы она сейчас не совсем видна. Да, вот отсюда она начинается. И все, да, это в принципе все, что я хотела. Пока что так, посмотрим. Может быть скоро мне что-нибудь еще новое в голову взбредет, но я не думаю на первое время, пока мне так нравится. И голова реально полегчала. Я не хотела убирать полностью длину, но и хотела отстричь довольно хороший кусок вот этих сожженных волос, которые у меня еще были после самого-самого первого окрашивания. И да. Сейчас мы с Сашулей еще заехали в русский магазин, накупили там опять всего-всего. И едем искать Саше обувь, туфельки. Туфельки он, да, Сашуль? Саша немного в плохом настроении, потому что у него еще зуб болит после всех его махинаций там. Насчет стрижки еще раз. Мне понравилось, как подстригли волосы. Я была у одной русской женщины, она довольно поменяла меня сразу и сделала так, как я хотела. Но как бы сушка волос, да, просто так посушили, никакой укладки не делали. И у меня такое ощущение, у меня еще полумокрая голова. И да, я, наверное, уже никому не доверяюсь. И когда мне кто-то что-то сушит или делает, мне это уже не совсем нравится. Неважно, кто это будет делать. И я уже сам себе мастер. То есть сушу и делаю какие-то укладки я себе сама. И мне уже у других не нравится. То есть даже когда мне кто-то что-то делает, даже профессионал, я уже, знаете, с таким скептическим взглядом ко всему этому отношусь. И думаю, а вот здесь вот не так делается. А вот здесь вот и не так. Хотя я как бы, да, никакой не мастер. Но тем не менее, я уже просто знаю свои волосы и как лучше сделать. И поэтому я могу вот так вот, может быть, прозвучить как-то слишком задиристо. Но я сама свои волосы лучше сушу и укладываю. Вот, никому не в обиду, как говорится. Да, но сам результат мне нравится. Еще кончики немножко, знаете, так проредили, так покромсали их, чтобы, знаете, не был такой резкий обрез, чтобы они падали более воздушно, что ли. Вот. А в целом я очень довольна. Итак, друзья, мы сейчас каким-то чудесным образом оказались в Коблинсе. Мы вообще-то вообще не планировали сюда приехать. Но получилось так, что мы сказали, поехали быстро в Коблинс и посмотрим, что ли там. Потому что у нас ничего вообще плетевого мы не могли найти. И сейчас мы пройдемся здесь по магазинам и посмотрим, что тут дают. Вот Сашуле прикупили макосины классные. Теперь зашли тут в ДМ. Дочи нужен, нужно. Все, в общем, вообще-то нам памперсы нужны. Ого, ты же хорошо выглядишь, что ты говоришь. Все, мы быстро, только туда и обратно. Теперь поедем уже домой. Я себе сделала хвост, потому что у меня ужасно ложные волосы. И мне не нравится, как они лежат. Они лежат у меня, как какие-то метелки. И в магазинах неудобно. Все. Сейчас поедем дальше. Евро 80. Все? Все? Все, пойдемте. Уже тут слева, да? Смотрите, как красиво. У нас сегодня прям какой-то шопинг-влог получается. Мы только по магазинам ходим с Сашей. Как-то что-то. Это, кстати, аутлет в Монтебаури. Кто живет в Германии, тому на заметку. Здесь построили аутлет не так давно. Может быть, пару лет назад. И... Да. И здесь очень много магазинов. И иногда можно даже найти что-то такое интересненькое. Хотя мы здесь довольно редко что-то покупаем. Но здесь, например, есть Levi's. Здесь есть Converse и так далее. И тому подобное. Nike. И иногда можно найти... Ой, что-то интересное. Мне Саша завязывает шнурочки. Хоть я и не в положении, он все равно это делает. Потому что они у меня постоянно развязываются. Да, вот это тоже затяни. А Сашка как затянет, затянет своей богатырской силушкой. И они потом у меня долго держатся. Спасибо. И вот ничего не нашли. Идем домой. Саша расстроился. Саша вообще не может улыбаться. А я его смешу все время. Он хочет хохотать. Во всю Ивановскую, да? О, бедненький. Смотрите, какие классные макосины мы Сашке купили. Они из Zara и они из натуральной кожи. Ну, в общем, они очень удобные. Они ему понравились, как они сидят. Да, он немножко скептический вначале так к ним отнесся. Но когда померил, они ему очень понравились. Все. Все. Вероника забрала. Вкусно? Ага. Всем доброе утро. Мы только недавно проснулись. Вероника уже позавтракала. Сейчас мы с ней тут еще поиграемся. Скоро я пойду себе завтрак делать. Я, как всегда, тут своей красе перед вами. Насчет юбилея. Я вам не показывала себя на юбилей просто потому, что... Точнее, макияж и вообще все в целом, потому что я снимаю Get Ready With Me. Я сниму собиралку. И в сторис я вам показывалась. Уже в инстаграме тоже, конечно же, я вам показывалась, как я была. Но макияж я вам толком не показывала. И уже в сторис многие обратили на макияж внимание и сказали, Вика, что за красивый макияж. Спасибо вам большое, конечно же. Вот. И я обязательно вам его покажу. Просто отдельно, какие продукты использовала, как красилась и так далее. Потому что многие также меня спрашивали, что они соскучились по каким-то макияжам, прическам, собиралкам. И я тоже. Я вообще люблю такое. Поэтому я сниму это видео. И в следующем, наверное, после этого видео выйдет как раз-таки собиралка. Кто тут пришел? Кто пришел? Кто ко мне пришагал? Приполз. А потом тут встал. Да? Кто это тут? Вероника Клубника? Да. Между прочим, Вероника очень-очень любит смотреть рекламу. Я не знаю, по-моему, все детки любят смотреть рекламу. Как только реклама по телевизору начинает играть, все, ее не оторвать. Хоть телевизор выключаешь, чтобы она туда не смотрела. А когда так телевизор включен, ей вообще пофигу. То есть реклама это прям что-то заворожительное. Я помню, Анабелька у нас тоже рекламу смотрела постоянно. Для овсяного блина нам нужно, соответственно, овсяный хлопья. Кефир. Одно яйцо. И соль по вкусу. А теперь вот таким погруженным блендером мы это все измельчаем. А теперь на разогретую АП-сковородку мы выливаем эту всю смесь. Он довольно быстро схватывается, поэтому все это довольно быстро делается. Затем я уже кладу сын, помидорки. И переворачиваем. Чтобы это все расплавилось. Плитку я уже выключила. И наш завтрак уже готов. Можно посыпать сюда тертый сыр. Тоже будет очень вкусно. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать свой влог. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, что он вам понравился. Я сегодня уже успела опять съездить... Здравствуйте. Я сегодня уже успела съездить по своим делам. И поэтому я уже такая накрашенная, загоняла. Да, мой сладкий пирожок. Вот. И да, мы сейчас будем дальше заниматься с Вероникой своими делами. Играться, развлекаться. Обязательно следите за моими новыми обновлениями на YouTube. В следующем видео, как я вам уже сказала, будет моя собиралка на юбилей. Это макияж и аутфит. И да, мы увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok